Финский гарнизон на Гогланде в новогодние праздники чувствовал себя спокойно. Русские сами оставили этот остров, и поэтому атаки никто не ожидал. По заснеженным тропкам только ночью проходили сапоги патрульных солдат, а днем все охранения снимались, и бойцы занимались хозработами. Но такая беспечность, конечно же, скоро вышла боком. И вот, когда комендант острова 2 января 42-го года построил своих солдат на плацу и стал объяснять им, как лучше собирать трофейное советское оружие, оставленное Красной Армией при отступлении, внезапно появились белые призраки. Советские стрелки в масках-халатах атаковали прямо со льда Финского залива и, не останавливаясь ни на секунду, ударили по противнику. Беспечность – вот причина катастрофы. Многие фашисты вышли на плац без оружия, а красноплодцы стремительными действиями сразу же отрезали их от казарм и устроили побоище. Оставшимся в живых финским солдатам оставалось только выскакивать на лед и удирать без оглядки в сторону Финляндии быстрее своего крика. Эту операцию по овладению островом Гогланда организовал заместитель начальника штаба Кронштадтской военно-морской крепости полковник Баринов Алексей Андреевич. Когда он получил приказ отбить обратно остров, то, наверное, только развел руками. Звучало это примерно так – вот тебе пистолет и крутись, как хочешь. Ни солдат, ни вооружения ему никто при этом не выделял, и времени на подготовку давали всего неделю. Но последующие действия показали, что Баринов был командиром высшей квалификации. На ледоколе он прибыл на остров Лавенсаари, где располагались две стрелковые роты и несколько артиллерийских дивизионов, и, пользуясь только своими погонами, быстро сколотил боевой отряд в количестве 170 человек. Командиры выделяли ему из своих подразделений по несколько бойцов, умеющих ходить на лыжах и уже участвовавших в боевых действиях. Оставшиеся пять дней ушли на боевое слаживание группы, тренировки и марш-броски по льду Финского залива. Задача группе Баринова предстояла сложной. От острова Лавенсаари до Гогланда по прямой 50 километров, которые необходимо было преодолеть на лыжах, а потом еще надо было вести стрелковый бой. Идти необходимо было ночью, делать привалы нельзя, так как над головой кружила авиация противника. Да к тому же и разведывательных данных о количестве финского гарнизона не было никаких. Кроме того, что на острове работают две радиостанции, а значит скопление солдат противника надо искать именно в тех местах. Но сколько их, этих солдат? Как вооружены? Есть ли пулеметы, артиллерия? Ничего не известно. Баринов во время разработки операции решил пожертвовать внезапностью и выдвинул своих солдат южнее заданной цели, на остров Большой Тютерс, который располагался уже в 20 километрах от Гогланда. Алексей Андреевич предполагал, что данный остров тоже занят войсками противника, но из-за его размеров гарнизон там должен быть небольшим, и выбить его не составило бы труда. Но зато на острове можно было бы сделать привал и отдохнуть перед основным тяжелым боем. Но, как часто бывает, грамотным командирам еще и сопутствует удача. Когда советский отряд прибыл на Большой Тютерс, оказалось, что финский взвод, вопреки приказу, бросил свои позиции и ушел обратно всего лишь за несколько часов до прибытия советской группы. Красноплодцы нашли лишь следы его пребывания. В такой ситуации Баринов выделил своим бойцам уже сутки на восполнение сил. Там же они встретили новый, 1942 год, и вечером 1 января вышли в путь. Подойдя к Гогланду и проведя разведку, советские бойцы поднялись в атаку и молниеносно тремя отрядами ворвались на остров. Алексей Андреевич напутствовал своих стрелков словами «Действуйте сильней и нахальней!» Финны в южной деревне из-за своей беспечности не успели организовать сколь-нибудь должное сопротивление, но в северной уверенно приняли бой. Несколько десятков бойцов заняли круговую оборону в избах и сражались несколько часов, но их учесть была предрешена. Операция, которая не предвещала ничего кроме краха, превратилась вдруг в грандиозную победу. Во время захвата Гогланда Баринов потерял всего пять своих бойцов убитыми и шесть ранеными, а финские потери были гораздо больше. Два взвода пехоты было полностью уничтожено и еще столько же обращено в бегство. Также советские бойцы взяли богатые военные трофеи. Два автоматических орудия и три тысячи снарядов к ним, два станковых и один ручной пулемет, множество патронов, один буксир для минных постановок, один катер, 210 мин и другое военное имущество. Остров Гогланд в тактическом плане был необходим не столько финнам, сколько немцам. Владея этим участком суши, можно было прочно запереть Балтийский флот в Финском заливе и, разместив на нем береговую артиллерию, простреливать все пространство, ведь остров вытянут в длину с севера на юг на 13 километров. Он находился, и находится, конечно же, сейчас не просто посередине Финского залива, а рядом с единственным фарватором, который выводит корабли из Ленинграда в Балтийское море. Утеря этого острова означало, что Балтийский флот вновь вернул себе оперативный простор и может угрожать немецким коммуникациям и портам Финляндии и Эстонии. Перекрыть же залив только минами, не опираясь на острова, немцы не могли. Морские мины стоили очень дорого, и их у Германии было ограниченное количество. Уже сразу командование группы армий Север стало бить по этому поводу в набат и слать в Берлин тревожные телеграммы. Оттуда сделали нагоняй самому маршалу Финляндии Маннергейму, который проморгал важный в стратегическом плане остров. Тот лично взял подготовку операции по возвращению Гогланда под свой контроль, но атаковать остров сразу же финны так и не решились. Во-первых, прибежавший с Гогланда гарнизон рассказал, что их атаковала целая советская дивизия с артиллерией и чуть ли не с танками, но и посланные на разведку самолеты привезли также тревожные сведения. Весь остров был занят советскими войсками, везде горели костры, из печных труб также шел дым, а весь остров покрывала сетка протоптанных в снегу дорожек. Но это была всего лишь военная смекалка полковника Баринова. Чтобы создать у противника иллюзию того, что остров занял не просто отряд, а как минимум целый полк, он приказал своим бойцам разжигать костры и протаптывать в снегу все больше дорожек, чтобы все это было видно с воздуха. Удивительно, но такая хитрость работала, и финны целых три месяца не решались на штурм Гогланда, хотя сил у них с самого начала было более чем достаточно. И все же, захватить остров это было одно, а удержать да еще такими малыми силами другое. Длина берега около 30 километров, и поэтому защитники не могли удерживать прочно такое пространство. Поэтому Баринов смог только создать очаги обороны возле деревень и на вероятных местах подхода финских егерей, а также выделить несколько групп для перехвата вражеских разведывательных отрядов. Полковник, конечно же, получал подкрепление, ему скидывали боеприпасы и продовольствие самолетов, а вот людям на остров приходилось добираться самим. Эти группы блуждали в снежной пустыне, терялись и приходили, часто потеряв всю свою поклажу и с обмороженными конечностями. Одна такая группа в количестве 121 человека, высланная сразу же после занятия бариновцами острова, блуждала на льду четверо суток и потеряла от мороза 20 человек, в том числе и своего командира. Но найдя таки остров, оказалось, что половина из них не могут вести бой из-за обморожения. Пришлось эту часть отправлять обратно. Но как бы там ни было, за три месяца гарнизон полковника Баринова вырос до 488 человек, а из артиллерии смогли прислать только две пушки 45 мм и два 50-мм миномета. В феврале финны увеличили свою активность возле острова. Отряды Баринова уже каждый день вели бои с разведгруппами противника, а финская авиация начала бомбить в постройке на Гогланде. Правда, потерь среди советских защитников пока было мало. Краснофлотцы не жили в домах, а располагались по большей части в блиндажах, построенных на острове еще до войны. Но становилось ясно, что скоро противник пойдет на решающий штурм. 13 марта, предвещая о своем наступлении, финны сбросили листовки на остров с призывом русскому гарнизону сдаваться в плен. 18 марта финский штаб на военную базу в город Котку, расположенный всего в 40 км от Гогланда, прибыл маршал Маннергейм, а в ночь на 27-е финны вышли в поход. Советская разведка доложила, что противник в количестве 2000 человек идет к острову с артиллерией, автомашинами и танкетками. Баринов сразу же радировал в Кронштадта приближение финнов, и ему пообещали, что помогут авиации. С аэродрома в Ленинграде вылетело 9 истребителей, но теперь удача была на стороне финнов. Когда они пошли на штурм, то погода ухудшилась, разыгралась метель, которая скрыла нападающих с воздуха, и советские летчики перестали видеть цели. Отряд Баринова остался в полном одиночестве. Бой начался жестокий. Алексей Андреевич приказал своим людям стоять до последнего, но финнов было в 4 раза больше. Тем более, что вел их в атаку тоже грамотный командир, генерал-майор Аара Пайяри, который отличался крепкими нервами и необходимой при штурмах упёртостью. Финны в 7 утра. Тремя колоннами ударили в середину острова с целью разрезать оборону гарнизона пополам, но, несмотря на своё превосходство, прорвать цепи защитников долго не могли. Тогда они развернули атаки на фланге, и к 11 часам финские автоматчики ворвались в северную деревню и открыли огонь по штабу, где находился полковник Баринов. В этой атаке были убиты радист и шифровальщик, и связь с Кронштадтом оборвалась. Теперь на большой земле не знали, что происходило на острове. Баринов отступил с группой бойцов на запасной командный пункт и продолжил командовать сражением. В это время бои уже шли по всему периметру Гогланда. Защитники таяли, но продавали свои жизни дорого. Только к вечеру финнам удалось взять высоту 166 в центре острова, и полковник Баринов, видя бесперспективность дальнейшей обороны, приказал своим бойцам отступать. Он собрал их на восточной стороне и, оставив заслон из 20 бойцов, прорвался через финскую блокаду. 29 марта Алексей Андреевич и 191 красноплотец добрались до острова Лавенцаари. За захват и удержание острова Гогланд в течение трех месяцев полковник Баринов был награжден орденом Красное Знамя. Алексей Андреевич был уроженцем Горьковской области. До войны он дослужился до командира полка, но потом перевелся на штабную работу. После совершения своего подвига он продолжал службу в краснознаменном Балтийском флоте и до конца войны руководил возведением инженерных укреплений возле Ленинграда, а также подготовкой ополчения. Через его умелые руки прошло около шести тысяч бойцов. После войны он служил военно-морской академии кораблестроения и вооружения имени Крылова в Ленинграде. Ну а Гогланд советские войска пытались занять еще несколько раз, но он так и оставался в руках финнов. В 44-м году, когда Финляндия откололась от влияния Германии и переметнулась в стан победителей, то уже немцам пришлось атаковать данный остров. На сей раз финны уже держались упорно и проявили образцы стойкости и героизма, а Балтийский флот посылал им на помощь свою авиацию и бомбил немецкие десантные суда. С 24 по 30 сентября 1944 года финны поэтапно и в полном порядке передали Гоглан советским войскам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...